Средневековая крепость Каркасон расположена на высоком холме в длине речки Отт, буквально в 150 километрах от границы с Испанией. У подножия крепости, прямо на склонах холма до речки Отт, которая, можно предположить, когда-то подходила прямо под крепостные стены. Расположена довольно колоритная историческая часть города, с большим количеством частных мини-отелей и апартаментов. Благодаря тому, что мы подобрали для себя гостиницу прямо у подножия крепости, мы смогли с самого утра до наплыва основной массы туристов, попасть в крепость. Крепость имеет множество входов, помимо основных крепостных ворот, и все они открыты круглосуточно. Попав сюда, сразу забываешь про суету, которую проводишь большую часть жизни, вечную нехватку времени. Здесь время как бы застыло еще в 12-13 веках. Почитатели истории без труда смогут представить, что видели эти стены. Сколько рыцарей, простолюдин, коронованных отцов, монахов и еретиков. Сколько бит, осад, приступов или штурмов выдержали эти стены. Сколько ног и копыт прошло по камням этих мостовых. Чем выше подымаешься вдоль крепостных стен, тем великолепнее открывается панорамный вид на город и окрестность. Мы обязательно прогуляемся по городу и в следующих видеопубликациях постараемся показать вам основные его достопримечательности. А пока наша цепь, непосредственно крепость. Начало своей истории Каркасон берет еще в 6 веке до нашей эры. А уже в 3 веке до нашей эры, гальскими племенами здесь была сооружена крепость. Древний предок нынешнего образца военно-оборонительной архитектуры. У крепости бурная история. Многие стремились завладеть ею. В 8 веке крепость даже принадлежала мусульманам. Более 25 лет ею владели арабы. Дело в том, что со свышености, на которой расположена крепость, образованной отрогом горного хребта, легко можно было следить за передвижением племен, армии, а главное – торговых караванов, двигавшихся по дороге, соединяющей Атлантический океан со Средиземным морем. Сама же нынешняя крепость занимает по нашим меркам огромную территорию – порядка 9000 квадратных метров. Внутри крепости – настоящий средневековый город, только адаптированный по 21 век, с электричеством, канализацией, водопроводом и другими благами цивилизации. Помимо архитектурных и исторических достопримечательностей, в городе большое количество магазинов, ресторанов, кафе. Также здесь находятся несколько гостиниц, расположенных непосредственно на территории крепости. Основными историческими и архитектурными достопримечательностями крепости являются два грандиозных оборонительных пояса со сторожевыми башнями, оборонительными фортами и крепостными оборотами. Кафедральный собор Сен-Назер, Сен-Сельц, Графский замок и, главное, рыночная площадь. Строительство оборонительных поясов, именно этих, которые мы можем созерцать сегодня, было начато в 1247 году Людовиком IX и закончено в 1285 году его сыном Филиппом III. А последняя реконструкция кафедрального собора Сен-Назер-Сен-Сельц была произведена еще в 1844 году. Остается только поражаться любви французов к своей истории, позволившим сохранить эту историческую жемчужину в таком виде до наших дней. В сувенирных лавках в основном преобладает рыцарская тематика. Гостиницы же, расположенные на территории крепости, имеют один, но существенный недостаток для туристов, путешествующих на собственном автомобиле. Это отсутствие парковок. И добраться к ним можно лишь на таких микробусах, которые являются как бы своеобразным трансфером. В крепости имеется средневековый театр, в котором устраиваются рыцарские турниры и другие костюмированные представления из времен Средневеков. Вот мы уже на центральной городской рыночной площади. Сейчас она выглядит, как один большой ресторан. Но на самом деле, это десятки кафе и ресторанчиков со своими персоналом, меню и ценовой политикой. По Каркасону курсируют два автопоезда. Один из них, который вы сейчас видите, курсирует вокруг крепости. Второй, от крепости через весь город к железнодорожному вокзалу и является как бы частью муниципального транспорта города. По крепости можно совершить экскурсию на электромобиль или прокатиться на повозке, запряженной элитными тяжеловозами в средневековой сбруе между нижним и верхним оборонительным баллом. КОНЕЦ Дорогой между нижним и верхним оборонительным баллом можно обойти вокруг всей крепости. Эта прогулка займет у вас от одного до нескольких часов. В зависимости от аппетита, вашей любознательности и мест, на фоне которых вы бы хотели запечатлеть свое присутствие в этом историческом месте. КОНЕЦ У подножия крепости с восточной стороны имеется довольно внушительная автопарковка, но она не всегда такая свободная, как данный момент. КОНЕЦ Посещение крепости Бесплатно в любое время суток. Оплачивается только вход в музей Красково-Зам. С каждым часом туристов становится все больше и больше. В основном это автобусная группа, которую привезли сюда на паручасовую экскурсию по этой замечательной крепости. К слову, 20-минутная прогулка на конной повозке обойдется вам 8 евро со взрослого и 6 евро для ребенка. КОНЕЦ Крепость часто становилась съемочной площадкой у многих знаменитых режиссеров. Стоит только сказать, что здесь снимался голливудский Робин с Кевином Костером, финальный час французской комедии «Разини» с Бурвилем и Луидой Финесом и еще много других не менее известных фильмов. Вокруг крепости раскинулся город, который тоже является довольно популярным туристическим объектом. Мы обязательно прогуляемся его туристическими маршрутами, указанными на карте города, которую вам любезно предоставим на рецепции в каждой гостинице. В крепости без преувеличения можно провести неограниченное количество времени. Все зависит от вашего воображения, любопытства и тяги к познанию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Во второй части видеоэкскурсии по крепости мы прогуляемся с крепостными улочками и заглянем в крепость в вечернее время. Путешествуйте с удовольствием! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 今 это субтитров А.Кулакова А.Кулакова